МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цибулин Константин Владимирович, директор команды «Восток» по «СПИДВЕ». Здравствуйте. Павел Лагута, чемпион России 2017 года среди юниоров до 19 лет. Здравствуй, Паша. И Столяров Игорь Эрикович, главный тренер команды «Восток». Здравствуйте. Ну, наверное, для начала задам такой традиционный вопрос. Как проходит подготовка наших спортсменов? Как обстоят дела? Ну, подготовка идет своим чередом. Только что закончилась тренировка. Сразу приехали к вам. Тренировки регулярно проходят. Вроде и погода пока способствует. То есть, ну, все идет по плану. Готовимся к гонке, которая будет довольно-таки нелегкая, но интересная. А нелегкая она будет, потому что, как говорят, нет фаворитов. На этот раз в команде «Восток» случились некоторые перемены. Давайте об этом поговорим в связи с тем, с чем это произошло. Ну, давайте я могу в двух словах. Сезон 2016 года, когда окончился, значит, мы провели переговоры. Мы каждый год так делаем. Собрались с Артемом Лагутой, с Григорием Лагутой. Переговорили, сделали предложение им на будущий год, на 2017 год. Вот. Взяли паузу, решили подумать. Вот. Ну, не от нас зависит. Немножко бюджет был подкорректирован. И команда недополучила определенное количество средств. И когда мы со спортсменами в дальнейшем разговаривали, мы приняли решение. Артем отказался. Он сразу сказал, что пойдет в другой клуб. Потому что там более лучшие условия предложили. В два раза лучше, чем у нас. Ну, это финансовые, естественные условия. Вот. Гриша взял паузу. Мы с Гришей долго обсуждали. И решили до времени, вот есть дозаявка у нас по правилам нашим, по регламенту проведения спидвея. С 1 по 10 июля. И мы хотели с ним в этот период заключить контракт. И Гриша должен был уже приехать и помочь дома ребятам молодым. Моральный дух поднять, как капитан команды. И вообще, как пример для молодых спортсменов. Вот. Ну, получилось то, что получилось. Контракт не смогли заключить. Я думаю, мы попозже, наверное, да. Обговорим или сразу, я не знаю. Рассказывайте все детали интересные. Ну, Григорий, на сборной России собрали крепкие спортсмены наши ребята. Это Сайфуддинов, Эмиль Кудряшов, этот Арсенко Вадим и Чугунов Глеб. Поехали, создали сборную России и поехали на Кубок мира. Защищать честь России. И наших городов спидвейных. Вот. Гриша сдал анализы. Так положено. Пригласили, сдал анализы. И его заподозрили злополучным или знаменитым мельдонией. Мы, конечно, все очень дико удивились. Потому что никаких лекарственных препаратов именно с этим веществом он не принимал. Никаких уколов, никаких таблеток. Определенные какие-то витамины он принимал. Потому что он каждый год проходит обследование. И как бы было всегда все нормально. Вот. Еще до конца ничего не ясно. Григория от гонок отстранили. Это европейский, значит, FIFA организация. Они, значит, запретили ему выступать. И автоматом он получил запрещение и в России выступать. Потому что МФР, Мотоциклетная Федерация России, естественно, работает с Европейскими Федерациями. И у нас есть регламент. То есть, в принципе, на всех соревнованиях. И правильно? Да. И он сейчас, он даже не сможет в чемпионате Приморского края выступать. Потому что МФР не имеет права ему давать лицензию. Это будет тогда неправильно. Ну вот, сейчас должна пройти вторая проба. И уже будет все понятно. И тогда будет уже официальное заключение. Естественно, мы с 1 по 10 июля не успели заключить контракт. Так что, к нашему великому сожалению, Григория тоже не будет в команде. Но я хочу сказать болельщикам, что тут унывать не стоит. Что у нас очень дерзкая и такая взрослая молодежь становится. Что ребята просто стараются. Вот, пожалуйста, пример с нами. Павел Лагутов. Он стал в этом году чемпионом России. Мы очень гордимся этим. Потому что выступали в городе Тольятти. И там были два сильнейших юниора. Это Глеб Чугунов и Рома Лохбаума, если мне не изменяет память. И как бы получилось то, что получилось. Там некоторые говорят, а там случайность. И там нет, не случайность. Потому что наши ребята ехали очень сильно. Они везли очень много очков. И потому они выиграли. Первое место занял Павел Лагутов. Второе место Марк Кореон. И мы этим очень гордимся. И наш край и город может болельщики только гордиться этими результатами. То есть у нас есть подающие надежды молодые спортсмены. Унывать не стоит. Более того, вы правильно сказали, мне кажется, дерзкая будет гонка еще потому, что мы все, как говорится, разозлились. Мы готовы принимать этот бой. Правильно я понимаю? Мы если проиграем, мы проиграем красиво. Потому что, конечно, команда Мегалада, это приехала, можно сказать, сборная России. Там спортсмены, вы посмотрите, да? Фамилия Кудряшов из Турбины. Артем Лагута из Востока. Ренат Гафуров. Это башкирский спортсмен, но 8 лет выступал за Восток. Мастер спорта международного класса. Также юниоры крепкие и суперкрепкие. Ну да, там есть Салават и Глеб, опять же, Лахбаум. Ну, как бы очень крепкая команда. Это сборная России, можно сказать. Естественно, нашим ребятам будет тяжело, но мы нос не вешаем. Вы посмотрите. Крепкие, молодые, здоровые бойцы. Будем бороться. Будем бороться. Вообще много изменений коснулись спидвея, в том числе, в принципе, не только нашего местного, но и всероссийского уровня. Я говорю сейчас о том, что до этого года было основных 3 команды, да? А с этого сезона, насколько мне известно, добавилась 4-я команда под названием Октябрьский. И, к слову, должна была игра проходить с ней, но произошли какие-то изменения. Расскажите об этом немного, пожалуйста, тоже. Ну, команда Октябрьский долго ждала финансирования. Им нужно было подтверждение, чтобы купить авиабилеты, мотоциклы отправить во Владивосток. Они просто не успели это сделать. Их пригласили потом в министерство по спорту, когда им дали уже гарантии, дали гарантийные письма, когда уже деньги стали переводить. И только тогда они смогли уже непосредственно приступить к поездке. А что это за команда? Расскажите о ней чуть подробнее. Все-таки новички, так сказать. Игорь Ильич, расскажет Игорь Ильич. Ну, это в бывшем очень хорошая команда. Ребята там практически все местные будут выступать. То есть уровень чемпионата Европы, мировые гонки прошел юниор ихний. Это Файзулин Арслан. Потом выступает там спортсмен, который выступал в прошлом году за нас. Это Денис Гизатуллин. Это тоже бывший член сборной, который выступает в польской лиге. Вот Марат Гатьядов тоже какое-то время ездил за восток. Ну, когда у них расформировалась команда. Некоторые спортсмены из Балакова, так как там расстояние небольшое. Алексей Гузаев, Алинар Нигмадзянов. То есть у них состав такой взрослый, довольно-таки ровный. Семен Власов тоже в востоке провел много лет, много сезонов. Поэтому довольно-таки ровный состав, особенно взрослый. И слабой эта гонка не будет. А сейчас ни одной гонки слабой не будет. Так что формат чемпионата изменился. То сейчас предварительные идут гонки. А потом будет два финала. То есть финал за первое-второе место разыгрываться и за третье-четвертое. Ну, пока все в стадии борьбы. Явно Мегалада пока идет на первом месте. Ну, это естественно. Потому что там практически сборная России. Ну, а дальше непонятно. Будет все видно. Мне кажется, действительно, отчаиваться не стоит. Такие изменения, они только закаляют спортсменов. Ну и более того, это такая изюминка этого чемпионата. Я представляю, насколько интересна сегодня, какая интрига для зрителя, для публики, для любителей спидвея. Я сейчас хочу, чтобы Паша нам немного рассказал о своей победе, вообще о своих перспективах. Как ты их видишь? Поделись с нами своими эмоциями и планами. Ну, гонка началась сразу в первом заезде. Я ехал с Романовым в Баум. Считаю, сразу, что разбирали места свои. И в тот заезд я приехал вторым, и до конца гонки не было понятно, кто же, каким станет. И все решалось с Марком Корионом в финале. Ну, и там я приехал первым. И вот так первое место я занял. На сегодняшний день мы тренируемся, готовимся к гонке с Мегаладой. Потом будем готовиться к гонке с Турбиной, с Октябрьским. Вот насколько я знаю, у юниоров достаточно большие перерывы между этапами. Начали в мае, продолжат в сентябре. С чем это связано? Почему так происходит? Ты, опять же, упирается в какие-то организационные моменты? Нет, так составлен календарь, потому что помимо этапов юниорских командных, есть этапы юниорские личные, есть полукиналы чемпионатов и взрослых, и юниорских России, я имею в виду. Есть также этапы Кубка Пар, где участвуют юниоры. Поэтому просто по регламенту, который был составлен зимой, такие вот паузы. Хотя на самом деле пауз нету, просто разные соревнования в разное время. И поэтому заключительный этап юниорский будет в Тольятти проходить в сентябре месяце. Вот два этапа уже прошли, мы пока идем на первом месте. Но это хорошо, я понимаю, все-таки остается, наверное, больше времени на подготовку? Да, конечно, сосредоточиться, можно на какое-то отдельное соревнование уже спокойно. Как часто проходят тренировки, чтобы в идеальной форме, так сказать, себя поддерживать? Ну, два-три раза в неделю необходимо просто, потому что меняется погода, меняется трек от погоды. Техника разная тоже, она вроде с виду-то все одинаковая, на самом деле все разные. Каждый мотоцикл надо настроить отдельно, под себя, под каждую дорожку, под каждый день. Поэтому, ну, каждая тренировка всегда разная получается. Поэтому необходимо два-три раза в неделю, потому что еще необходимо время на подготовку техники. Ну, два-три раза в неделю получается. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о Владивостокском спидвее. Этот год юбилейный, 55 лет нашему спидвею, это очень замечательно. И, конечно, в связи с этим нам сегодня очень хочется затронуть тему истории возникновения спидвея у нас в городе. Расскажите об этом, нам интересны нюансы различные, интересные истории какие-то, может быть, есть. Ну, вы знаете, так как бы быстро такую большую историю не рассказать. Безусловно. Но так, если вкратце, команда была создана в 1962 году, приняла первое соревнование. Создатель команды Виктор Михайлович Успенский, заслуженный тренер Советского Союза. Этот человек вел команду всю жизнь, вплоть до 2005 года. В 2005 году я работаю директором стадиона, и меня пригласило руководство вместе с Виктором Михайловичем Успенским. И приняли решение, что команду буду возглавлять я. А Виктор Михайлович будет советником по спидвею. Он так по сей день и есть у нас в здравии, все нормально. Мы ему можем только здоровья пожелать. Виктору Михайловичу ему 81 год. Он приходит регулярно на стадион, когда проходят соревнования, всегда с тренером, всегда его уважают. У него есть как бы псевдоним имя, его все зовут спортсмены. Отец. Вот так уважительно к нему относятся, к Виктору Михайловичу. Это история спидвея. Мне очень приятно, что я продолжатель этой истории и по сей день работаю в клубе. Конечно, я никогда не мог подумать об этом. Но вот уже 12 лет я клуб возглавляю, и я 17 лет на стадионе работаю. Вот. Ну, такие яркие моменты в команде «Восток». Я считаю, что это вот все поколения, которые у нас были. К сожалению, у многих нету людей уже в живых, провожаемых со стадиона. Вот. А вообще, такой еще яркий момент, это когда команда лишилась стадиона в 1986 году, по-моему, Игорь Эрикович меня сейчас поднапомнит. Это такое вот в истории клуба. И клубу пришлось по Советскому Союзу ездить благодаря стараниям Виктора Михайловича Успенского. Команду «Сберег». Спонсоры были, финансирование было небольшое. И команда тренировалась, выступала. И самое главное, что за эти 55 лет команда «Восток», она может гордиться этим, никогда, ни в жизни никого из клубов коллег и партнеров не подвела. Нигде. Всегда были на соревнованиях, всегда выступали. Было и тяжело, и горечь поражений, и победы были. История очень интересная у клуба. У нас есть такой спортсмен Аркадий Кононец. У него очень много фотографий, очень много он занимался этим. У него очень много таких всяких информации о клубе. И вот команда практически до 99-го года была постоянно где-то на выезде. Болельщики, спасибо им огромное. Они настолько любили всегда команду. И когда в 99-м году первую гонку после открытия стадиона провели, осенью в дождь, трибуны были полные. Команда выступила. И вот с 99-го года по 7 минуты мы выступаем на стадионе «Авангард». Но это вот вкратце вот такая вот как бы история. Но нашей командой Приморского края, города Владивостока, я думаю, можно только гордиться. Всеми, причем с первого поколения и по сегодняшний день, вот, для таких ребят как Павел Лагута. Спасибо за это вам, нашим спортсменам, нашим тренерам. Я знаю, что также в связи с 55-летием вы приготовили сюрприз для ваших болельщиков. Это особый мотоцикл, который увидят как раз на предстоящем чемпионате. Ну, я думаю, главный тренер расскажет о нем. Я думаю, конечно. Очень интересный мотоцикл. Этот мотоцикл пока что находится в музее автомотостарины. Восстановили, собрали его буквально по запчастям братья Шульжитские, которые в этом музее под их... Тоже небезызвестные в нашем городе, безусловно, спортсмены, а точнее, очень известные спортсмены. Этот мотоцикл 64-го года, это один из первых спидвейных мотоциклов, которые появились в России, марки ИСО. Вы его увидите во время соревнований, я так думаю, что, наверное, на построении или во время перерыва. И кто-то из спортсменов, а мы еще не решили, кто на нем прокатится. То есть, ну, это реалитет, конечно, там и звук совсем другой, и модель такая очень интересная, потому что мне даже не приходилось ездить на таких мотоциклах. Но он в рабочем состоянии, действительно? Он в рабочем состоянии, конечно. Наш спортсмен на нем прокатится, покажет для болельщиков это. Да, это на самом деле сюрприз, потому что его еще вот только буквально, ну, как неделю назад собрали. Вот, там многие посылки шли со всей России, там, где, в каком клубе что-то, какие-то запчасти были. Вот, братья шансовские все это нашли, по частям собрали, восстановили. И, насколько мы знаем, уже даже запустили его, поэтому завтра будет представление. Вам интересно попробовать прокатиться на такой модели? Ну, Паша. Паша. Ну, всегда интересно прокатиться на что-то там старым, новым. Ну, у Павла-то будет такая возможность? Конечно, будет. То есть, все понемножечку спортсмены смогут, да, прикоснуться к истории и прокатиться. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, если это так, то поправьте меня. Прошлой зимой никаких соревнований не проходило. Но мы знаем, что лето – это далеко не предел для спидвей, конечно, есть и зимние соревнования. Ждать ли чего-то в этом году? Если да, то чего? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, я думаю, что, ну, про соревнования, как бы, может, немножко… Ну, мы проводили одно соревнование зимой. Опять же, если позволяет погода, потому что нам нужен снежный бурт для безопасности спортсменов. А бывает зима, вроде вначале зимы снег упал, а потом подрастает. И мы, естественно, чтобы навозить, это, ну, и дорого, во-первых, и как-то трудозатратно, это тяжеловато. И мы не проводим соревнования. Как только снег лежит, и все, мы тогда проводим такое соревнование на стадионе «Авангат» и приглашаем тогда болельщиков. Вот, а так команда всю зиму тренируется на озере, на Патрокли, на Русском острове, на озере, в Уссурист на озеро выезжают. Вот, команда тренируется, Игорь, молодежь собирают, делают, шипуют резину и постоянно в тренировках, чтобы ребята не забывали роль мотоцикла. Мы проводили соревнования в поселке Ярославском, бывший наш спортсмен организовал эти соревнования, это Александр Маринюк, вот, и все ребята наши с команды, все там участвовали. Вот, а так, конечно, все зависит от количества снега на «Авангарде». Как только снег позволяет, то соревнования будут проходить. То есть вы ориентируетесь исключительно по ситуации, что подарит нам погода. Да, безопасность в первую очередь. Насколько важна сегодня, такой нелегкий, может быть, для команды «Восток» период, все-таки поддержка ваших болельщиков? Вы знаете, я всегда говорил, мы очень любим своих болельщиков, да, и мы просто приглашаем их, нужно поддержать. Команда наша молодая, да, нету Артема, да, нету Григория, но это не повод не приходить на стадион. Я думаю, надо приходить, настоящие болельщики приходят, просто надо сгруппироваться, прийти всем. Наши очень дружные болельщики, молодцы, вот потому, ну вот они, чем мне нравится, мы вот здесь в городе, да, независимо, команда какая бы соперников ни была, всегда приветствуют, всегда благодарят. Вот, ну наши просто молодцы болельщики, вот, смотришь и радуешься, что вот у нас люди такие, любят спидвей, в первую очередь это спидвей, естественно. Вот, и мы приглашаем их сегодня, ну, приглашаем сегодня, на завтра, 13-го числа, нужно прийти, обязательно поддержать, купить билет, поддержать нашу команду. Также 26-го июля в 19-е это будет команда Октябрьского, и 3-го августа это будет команда Турбина. Вот, буквально мы до 3-го августа проводим три гонки, так что мы приглашаем всех немножко дачу в сторонку отложить. Мы в 19 часов назначаем гонку, чтобы после работы можно было успеть и приехать. Мы всех ждем на стадионе «Авангард». Спасибо вам огромное. А, давайте еще обязательно пожелаем удачи нашим спортсменам. Конечно. Учитывая то, что, в принципе, на гонке будут участвовать три призера командного чемпионата мира, который прошел буквально неделю назад. Это Андрей Кудряшов, это Глеб Чугунов, это Вадим Тарасенко, вот, а их всего четверо там было. Вот, поэтому трое будут завтра здесь, на нашем треке. Поэтому гонка будет очень интересна, и как бы фамилии, и регалии говорят сами за себя, поэтому будет очень интересно. Да, если можно добавить, что нашим болельщикам хочется сказать, что наша команда сборной России стала победителем, бронзовую медаль завоевала. Это очень дорогого стоит, в смысле не денег, это очень, только этим гордиться можно. И вот трое ребят из сборной России, они будут завтра на построении. Безусловно. Один наш. Один, да, всем. Конечно, я уверена, что болельщики обязательно придут вас поддержать. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам победы. Наша команда самая сильная команда, и пусть все будет хорошо, особенно в год 55-летия. Я думаю, что все получится, и дальнейших побед и успехов вам. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова